Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Перинка. И сегодня подводим итоги нашего отдыха. И надеюсь, Эббичка соизволит нам не мешать и камеру не скидывать. И поехали! Наш отдых подошел к концу и я хочу подбить итоги. Мы отдыхали в феврале, это считается низким сезоном трусковце. И понятно, что наплыв людей не такой обширный, как допустим по весне, а тем более по лету или по осени. Плюс все эти карантины, локдауны, было все закрыто. И вот только второй день я смотрю, что людей стало побольше днем по центру гулять и в Бувете водичку. Люди стали пить, видимо, начали потихонечку подтягиваться и съезжаться. Отдыхают здесь не только с Украины, но и с других ближних стран. Что касается нашего проживания. Мы сначала рассматривали разные варианты и отелей, и санатории. Но в итоге приняли решение, что оптимальный вариант в данный момент для нас, это будет аренда апартаментов, то есть квартиры. Я была подписана на инстаграм страничку Прикарпаттия Тур, обратилась туда. И возникли некоторые проблемы из-за того, что нам нужно было проживание с кошечкой, которая кричит на заднем плане. Без нее никак, ни одно видео практически не проходит. Но, слава Богу, мы нашли квартиру. В принципе, я считаю, за приемлемые деньги. Для низкого сезона 380 гривен. И то, получается, хозяева сдают, как мы поняли, в итоге 350 и 30 гривен за сутки агентству. Мы здесь были немножко больше недели. Сама квартира недалеко от центра, от нижнего бувета. Буквально там 3 минутки вниз спуститься. Дом новострой, квартира с хорошим ремонтом. В принципе, более-менее нас все устроило. Тем более, с кошечкой разрешили. А для нас это был главный аргумент. Квартира однокомнатная, просторная кухня. Есть все необходимое. Эббичка, чего ты хочешь играться? Подожди, сейчас мы видео запишем, потом будем с тобой играться. Сейчас Леша пошел за водичкой Юзи. Я хотела попробовать пообласкивать Юзи водичкой с глицерином волосы, посмотреть на результат. Короче, квартира хорошая. Есть несколько моментов. То, что не было в одной комнате лампы, нет туалетной бумаги, нет мусорных пакетов и не было никакого мыла. Во всем остальном есть самая необходимая посуда, вилки, ложки, ножи, тарелки, кастрюли, сковородка, холодильник. Есть даже фен и есть утюг. И довольно-таки свежий ремонт. И для меня классно, что тут шикарный вид открывается. И еще квартира довольно-таки светлая. Это для меня вообще огроменный плюс. Ну, вид просто шикарный. Здесь, кстати, классный новострой рядом. И я бы в таком доме хотела иметь квартиру. Очень классная. И сама постройка, и сам стиль исполнения. Я такое люблю. Так, что касается дальше отдыха. Как я сказала, людей немного. И для кого-то, возможно, будет это плюсом. Сейчас цены довольно-таки доступные на любой кошелек. Понятно, что есть лакшери, здесь есть риксос, есть какие-то еще лакшери отели. Хотя, если честно, ценник не соответствует предоставляемым услугам. Какие процедуры мы проходили? Так как я сейчас в интересном положении, мне ничего нельзя. Поэтому я просто гуляла на свежем воздухе, побольше движения. И то последние два дня я поняла, что у меня был с этим перебор. Поэтому вчера я уже была не такая активная, и сегодня Леша меня даже уже не взял за водичкой Юзи. Хотя я обожаю тот пар, там белки-брюнетки. Там так классно, такой свежий воздух, еще больше кислорода. Это, в принципе, недалеко. Но Леша сказал, нет, я иду сам. Ну, ладно, сам и сам. Я думала, что, возможно, после коронавируса ко мне вернутся запахи. Я буду это все чувствовать. Но, к сожалению, пока чуда не произошло. Но, тем не менее, даже, знаете, как первые деньки, было настолько много кислорода, что у меня иногда голова болела. Но так состояние было отличное. Даже токсикоз в таком климате мне было переносить намного проще. Мне захотелось снова кофе. Я пила латы без кофеина. Меня потянуло на вкусняшки. Я позволяла себе несколько раз Наполеон. Я его просто обожаю. Также покупали маковую начинку. Я делала сама панкейки из цельнозерновой муки с минимальным содержанием сахара. Даже там для Леши я сахар добавляла. А себе немножечко помазывала метком и сметанку. Кстати, последнее время прямо на сметанку я так подсела. Что касается поездок в поезде с кошкой, мы сняли целое купе. До этого оформили на нее справку соответствующей формы, документы, паспорт. Все сделали, но если честно, в поезде даже никакие документы никто не проверял, даже не спросил. Я выкупила целое купе. Так было выгоднее даже, чем покупать отдельно два люкса. Просто четыре места. И было классно. Ехали чуть больше 20 часов. Поезд прямой. Днепр, Трусковецк. Это турагентство, через которое мы заказывали. Квартиру нас встретила на вокзале, отвезли на машине. И это абсолютно все бесплатно. То есть, входит стоимость. Ладно, что касается процедур. Так как я ничего не делала, но Леша это можно и, в принципе, нужно. Я хотела очень, чтобы он прошел курс массажа. Мы нашли такой. Я не знаю, остался у Леши телефон. Кому интересно, пишите в комментариях. Очень классный парень. Делает прямо так тщательно. Действительно, эффект заметен. Вот он прошел минимальный курс, и ему уже лучше. Также он пил водичку, нафту, всю тепленькую. И вы видите, тоже есть некоторые изменения. Если, допустим, раньше водичка была абсолютно бесплатной, то сейчас водичка идет по картам. Вы заходите в масках, там так красиво, выставка картин. Но водичку нужно обязательно пить на улице, чтобы не было столпотворения. Хотя людей и так немного. И покупаете в кассе карточку. Но водичка, литр, по-моему, стоит 24 гривны или 30 гривен. Один литр, 250 миллилитров. То есть вы сколько угодно там себе кладете денежек на карту. И потом подносите к этому кранику. И с вас получается потихонечку вычитывают миллиметраж, который вы употребляете. Есть там и другие виды водичек. Но вот Леша пил именно нафту. Он сказал, что в отличие от той, которая была года два назад, это стало менее концентрированной. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с сезоном. Из-за того, что холодно, мороз, зима. Не знаю, кто в теме. Напишите, пожалуйста, это связано с временами года. Насыщенность водички полезными микроэлементами или нет. И массаж, конечно, ему очень и очень зашел. Еще мы ходили вместе в бассейн. Нам вообще советовали типа спа-комплекс в Молдове. Мы даже думали взять себе целый курс. Но потом передумали. Я не знала, как мне это зайдет. И хорошо, что мы этого не делали. Потому что я поняла, что у меня был перебор и так с движением. Поэтому мы пошли в санаторий отель Виктор. И там можно единоразово брать себе посещение. Час стоит 65 гривен. Там идет небольшой бассейн, джакузи. Можно все заказать в это время из сауны. Все входит 65 гривен. Первый час, а последующие по 50 гривен. В принципе, мы там были. Мы были одни. Только под конец начали уже подтягиваться люди. И мне это очень понравилось. Хорошие условия. Все прямо чистенько, опрятно. Водичка чистая. Написано, что с морской водой. Но я уточнила. Просто вода с морской солей. И получается уже морская вода. Также из развлечений мы ходили в местный кинотеатр. На вечерний сеанс были одни. Получается целый зал с классными, удобными сидениями, креслами. Был для нас двоих. Цена была сеанса с одного человека 90 гривен. Плюс 15 гривен вы покупаете одноразовые 3D очки. В принципе, нам понравилось. Мы взяли еще попкорн. Тут я тоже себе позволила слабость еще, кроме Наполеона. И с удовольствием провели это время. И получили наслаждение от фильма. Конечно, есть еще другие развлечения. Можно там ездить на экскурсии. Но сейчас просто для меня не время. Можно поехать покататься на лыжах. Но тоже для меня это сейчас совершенно не то. Я просто хотела уехать из Днепра на свой день рождения. Я хотела поехать в то место, где больше кислорода, где больше свежего воздуха. Отдохнуть от этого движения. Мне хотелось такого релакса, расслабления. А тут, знаете, в Трусковце все такие на каком-то расслабоне. На таком вялике, как и Леша говорит. И это успокаивает. Вот просто мне нравится этот спокойный ритм. И реально отдыхаешь и душой, и телом. То, что я хотела, то я и получила. Мы отдохнули, мы насладились и получили удовольствие. И даже позволили себе вкусняшек. Особенно я, чего ранее не позволяла. Но отдых есть отдых. Кстати, мы сюда приехали как раз в мой день рождения. Разместились, погуляли и вечером сходили в ресторан. Отметили его другу семьи. И нас уже трое. И мы так встретили мое 35-летие. Также здесь мы купили сувенирчики. Там какие-то настойки. Ну такие, знаете, на подарочки по мелочи. Тоже приятно. Это все реально доступно. Также купили мне здесь некоторые подарочки. На те деньги, которые были подарены на день рождения. Всем огромное спасибо, кстати, за поздравления и за подарки. Очень-очень было приятно читать ваши комментарии. Особенно их было огромное количество в инстаграм. Также есть, опять же повторюсь, еще другие развлечения. На любой цвет и вкус. И спа. И какое-то лечение. И УЗИ. Также мне приспичило в голову. И мне срочно нужно было попасть на УЗИ. Прямо с рочняком. Я нашла здесь тоже крутой отель. Единственный, где делают УЗИ по беременности. Потому что в предыдущих местах с УЗИ аппаратами отказались делать. Потому что именно по беременности они боятся смотреть. Посмотрели. Слава Богу, все хорошо. Все соответствует. Мы растем. Мы развиваемся. Это, конечно же, радует. УЗИ стоило 450 гривен. Забыла, как называется отель. Но там есть и лечение. Платное. Цены, конечно, такие приличные. Но, по крайней мере, они согласились в тот же день посмотреть меня. Там хороший аппарат. Женщина, кстати, акушер-гинеколог. Я так понимаю, она где-то принимает государственные поликлиники. И говорила, что там у них ужасный аппарат. А вот в этом отеле лакшери, там аппарат очень хороший, достойный. Но как-то очень редко она смотрит именно на нем, проводит УЗИ по беременности. Поэтому она прямо наслаждалась картинкой. Сказала, что все хорошо. Единственное, там есть моменты насчет плаценты. Что она толстая. Там лучше попить разжижающие препараты. Ацетилсалициловую кислоту. Ликардиомагнил. И еще там что-то посоветовала. Но это уже такие моменты. Главное, что все хорошо. Также насчет кафешек. Они есть на любой цвет и вкус. Но мне больше нравятся, знаете, такие уютные. В итальянском стиле кофейни. Где нету прямо этого пафоса. Но там настолько вкусно. Вкусный Наполеон. Вкусная пицца. Кофе. Латте без кофеина. Я прямо кайфовала. Я, кстати, забыла, как называется эта кофейня. Она возле церкви. Возле нижнего бувета. Но эта кафешка просто шикарная. Вот если вспомню название, Леша подскажет, то я обязательно вставлю, как называется. Понятно, есть ресторанчики, есть другие кафешки. Есть хинкальня. Есть вареничная. Есть выпечка различная. Есть очень вкусный хлеб бездрожжевой, который мы постоянно брали. В принципе, есть где прикупить себе, что покушать. Есть столовые, где довольно-таки бюджетные ценники. Вы можете пойти и покушать по домашнему. И первое, и второе, и третье. Мы и туда ходили, и также кое-что готовили и дома. В принципе, мы голодные не были. И питание у нас было разнообразное и хорошее. Вот, в принципе, и все, что я хотела вам рассказать. Пишите, были вы в Трусковце или нет. Мы до этого были, но по осени. Это совершенно был тоже другой отдых. Совершенно другой настрой. Тогда просто людей было побольше. Сейчас тоже прекрасно. И вот в этот сезон есть свои плюсы. Если вы хотите отдохнуть от людей, от суеты городской у этого движняка, то вот именно февраль, наверное, март – это время для вас. Погода нам тоже повезло. Поначалу было так солнечно, прямо как весна. Потом пошел снежок. Было немножечко морозно. Ну, там буквально минус 2 до минус 5 градусов. И солнышко, то снег идет. Поэтому мы наслаждались каждым деньком, которые здесь находились. Пишите, были вы Трусковцы или нет. Какое время года вам нравится здесь проводить больше всего. В каких отелях, санаториях, гостиницах вы здесь проживали. До этого мы жили в Короне. И в обычном номере, и в люкс. Там было с питанием проживание. И я поняла, что с питанием больше я не хочу ничего снимать. Потому что питание у меня своеобразное. Тем более в данный момент. То мне хочется одного, то я это буду, то я не буду, то мне это не нравится. Хорошо, что есть Леша, который, если себе что-то заказала и не скушала, он всегда с радостью это съест. Вот такие вот дела. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Жду обратной связи, комментариев. И не забывай про лайк, подпишись на мой канал и поставь колокольчик, чтобы получать уведомления и не терять меня из виду. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok